С момента, как у супруги канадского премьера Софи Григуар Трюдо, был диагностирован COVID-19. Глава Кабмина находится в изоляции. Все встречи и беседы проходят в режиме видеоконференции. В стране кленового листа пока выявлено чуть больше 400 случаев заражения коронавирусом, но закрыть свои южные рубежи Канада решила уже сейчас. С настоящего момента въезд к нам не граждан запрещен. Для дипломатов, экипажей самолетов и членов семей канадских граждан будут сделаны исключения. Въезд также запрещен гражданам США. В Америке тем временем принимаются чрезвычайные меры с целью обуздать страхи биржевиков и предупредить возможный финансовый кризис. Есть опасения, что пандемия может привести к спаду в экономике. Мы не исключаем возможность рецессии, но не это кажется важным. Мы говорим о предотвращении распространения вируса. Наши действия направлены на это и, разумеется, на поддержку экономики и ее финансовой системы. Результаты наших шагов увидите в самом ближайшем будущем. Но инвесторы не вняли президенту, и фондовый индекс и Уолл-Стрит продолжили траекторию падения. Доу Джонс потерял около 13%. Это больше, чем в черный понедельник биржевого краха в 87-м году. Уход в пике не смогли бы предотвратить и действия Федеральной резервной системы, уменьшившей учетную ставку до нуля.